Здравствуйте! Из угля можно получить не только жару, но и холод. Так называемый сухой лед, это твердая углекислота, получается, если мы сжигаем уголь, дальше дым очищаем, потом пропускаем через раствор щелочи, и полученный газ начинаем сжимать при давлении 70 атмосфер. Таким образом мы получаем жидкую углекислоту. А теперь, для того, чтобы получить твердый лед, или сухой лед, как мы говорим, или твердую углекислоту, нам необходимо просто создать разрежение, то есть пониженное давление, и в результате испарения жидкая углекислота превращается в твердую. Как видите, роль температуры и давления очень велика. Фактически и температура, и давление в сочетании, или отдельно, просто творят чудеса. С одной стороны мы из угля получаем жару, с другой стороны получаем холод. Наша сегодняшняя передача посвящена миру температур и давлений. Начнем мы наш разговор с опыта, который провел в свое время Фарадей. Этот опыт продемонстрирован на нашем слайде. Итак, Фарадей помещал в запаянную трубку соль хлора и эту соль прокалял. Он наблюдал, что один край трубки очень сильно охлаждался, и по мере охлаждения этого края трубки появлялась какая-то маслянистая жидкость. Фарадей предположил, что это мог быть жидкий хлор. Но для того, чтобы убедиться в справильности своего предположения, необходимо было извлечь данную жидкость из трубки и провести эксперимент. Фарадей разрезал трубку, но в этот момент происходит хлопок, похожий на взрыв, и жидкость исчезла. Итак, опыт был очень интересный, и, в общем-то, заслуга Фарадея заключалась в том, что он сделал правильный вывод. Действительно, когда прокаливалась соль хлора, появлялся газообразный хлор. Но так как выхода не было, трубка была запаяна, постепенно увеличивалось давление, и газообразный хлор переходил в жидкое состояние. До Фарадея было известно, что под давлением из газа можно получить жидкое состояние. Но заслуга Фарадея заключалась в том, что он предположил, что здесь не только давление, но и велика роль температуры. Температура была минус 39 градусов Цельсия. Итак, можно сказать, что Фарадей начал опыты по пути к абсолютному нулю, к минус 273 градуса Цельсия. Давайте посмотрим, а какие же на сегодняшний день мы научились получать температуры, и как мы эти температуры получаем, и вообще, каково их практическое значение. Ну, следующий слайд нам с вами поможет попасть в так называемый мир низких температур. Итак, жидкий воздух, его температура кипения минус 193 градуса. То есть, если мы с вами получаем жидкий воздух, мы тут же получаем температуру минус 193. Жидкий водород, температура уже минус 252,8 градуса. Жидкий кислород минус 182,9. Жидкий гелий минус 268,9 градуса. Итак, посмотрите, мы приближаемся постепенно к очень интересной температуре. Минус 273,15 градуса Цельсия, то есть к температуре абсолютного нуля. Ну, как же получаются вот такие низкие температуры? Как получить из газообразного воздуха жидкий воздух? Или из газообразного кислорода жидкий кислород? Ну, существует несколько методов. Наиболее такие известны этот метод Линда и метод Клода. Он заключается в следующем. Метод Линда. Мы берем газ, допустим, тот же самый воздух, и начинаем его сжимать. Когда мы его сжали, мы пропускаем этот сжатый воздух, помещаем или там как-то пропускаем через холодильник, охлаждаем его. А далее даем возможность воздуху расшириться. Расширяясь, воздух еще более охлаждается и переходит в жидкое состояние. Это метод Линды. Метод Клода, он тоже предполагает сначала газ необходимо сжать, но дальше, для того, чтобы он охладился, газ совершает работу. Этот газ помещают под поршень, газ заставляет поршень передвигаться, расширяется, и таким образом, совершая работу, отдает свою внутреннюю энергию и тоже охлаждается. Но вот эти вот температуры, так можно получить жидкий воздух. Как видите, жидкий водород, жидкий гелий и даже твердый гелий мы научились получать. Температуры еще более низкие. И здесь уже используется так называемый метод адиабатическое размагничивание. То есть нам необходимо уже работать индивидуально с молекулами. Молекулы, вещества, во-первых, охладить, а во-вторых, заставить их размагнититься, а иногда даже перемагнититься. Но в нашей научно-популярной передаче просто о чем идет речь так вот наглядно. Как бы молекулы вращаются в одну сторону, а нам нужно их остановить и заставить вращаться в противоположную сторону. Так мы получаем еще более низкие температуры. Мы с вами работаем и с различными давлениями. Ну, например, при выстреле из ружья давление возникает примерно 5000 атмосфер. Когда мы получаем из углерода алмаз давление где-то 10 в седьмой степени атмосфер. В иногда нам требуется, допустим, в ускорителях или в электровакуумных приборах, наоборот, пониженное давление. 1 мм ртутного столба, 0,03 мм ртутного столба. Давайте тоже посмотрим, какие же давления вообще существуют. Именно те давления, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Итак, таблица следующая. Здесь производство алмазов. И, кстати, очень интересно. Если мы с вами возьмем графит, вы знаете, пишем все карандашами, очень мягкий материал, хрупкий материал. Но если мы создадим давление 3 на 10 в седьмой паскалей, мы превратим графит в алмаз. Это очень такой твердый материал, наверное, один из самых твердых, которые мы используем в нашем быту и в промышленности. В ускорителях давление 10 в минус шестой степени паскалей, то есть очень низкое давление, разрежение. Поезд на рельсы – это тоже такая типичная ситуация. 10 в шестой степени паскалей. И каково же давление в колесе автомобиля, в автомобильной шине? Это где-то 3 на 10 в пятой степени паскалей. Вот какие давления. Мы с вами сталкиваемся с этими давлениями. И вот вы можете сравнить, сделать какие-то выводы о величинах этих давлений. Но еще раз я хочу повторить, как же получается у нас с вами сжидкие газы. Водород, кислород. Итак, в общем-то, 3 этапа. Это сжатие, охлаждение и расширение. Давайте мы эти этапы с вами еще раз посмотрим. Итак, сжатие, охлаждение и расширение. Это такие классические способы получения жидких газов. Не менее интересно понятие и давление. Мы с вами видели температуру, давление – очень важный параметр вообще в физике, в термодинамике. Сегодня мы будем говорить о влиянии этих параметров во Вселенной. Итак, что же такое давление? Мы часто привыкли об этом говорить. Но вот наш следующий слайд нам поможет понять суть вот этого процесса. Что значит тело оказывает давление? И что значит газ оказывает давление? Нам предлагается на следующем слайде очень интересный рисунок. Мы берем цилиндр. Одна стенка цилиндра – это поршень, который может перемещаться довольно свободно. Цилиндр заполняем газом. Молекулы газа движутся, движутся хаотически и, естественно, оказывают давление на стенки. И вот наш поршень начинает перемещаться. Буквой А здесь обозначается площадь нашего поршня, поверхности. Так вот, для того, чтобы поршень не перемещался, нам придется прикладывать какую-то силу. Она здесь представлена буквой Ф. Отношение силы к площади поршня – это и есть давление. То есть это сила, которая действует на единицу площади. Сила на единицу площади. Ну, давление может быть статическое давление и динамическое давление. Но статическое давление, как правило, это оказывают газы, жидкости. Видите, если жидкость перемещается или находится в покое, но сечение трубы не меняется. В зависимости от глубины погружения возникает различное статическое давление. Оно связано с силой тяжести. Динамическое давление, ну, само слово динамика, движение, говорит о том, что оно возникает во время ударов. Когда той же самой жидкости приходится перемещаться по трубе разного сечения, возникает так называемое дополнительное еще динамическое давление. Ну, вот в термодинамике давление как бы считается таким коэффициентом, который связывает два важных параметра – работу газа и изменение объема. Работа и изменение объема связаны через давление. Ну, в мире живого, у нас передача такая, в мире живой и неживой природы, вот в мире живой природы давление оказывает большую роль именно в выживании. Как ни странно, я задаю сейчас вопрос, может ли рассомаха загнать лося? Все, оказывается, зависит от того, какое давление оказывает рассомаха или лось на тот грунт, по которому они перемещаются. Бывают такие ситуации, что давление, оказываемое лосем, грунт не выдерживает. И тогда, естественно, рассомаха может загнать лося или заяц убежать от волка. Давайте посмотрим наши следующие слайды, очень интересные. Значит, здесь нам приводятся такие цифры. Взяли четырех животных, заяц, волк, рассомаха и лось. И указано, какое же давление оказывают эти животные на грунт. Измеряется давление в ньютонах на метр квадратный, как мы говорили, сила, деленная на площадь. Давление, которое оказывает заяц при беге – 1200, волк – 11800, рассомаха – 2160 и лось – 49000 ньютон, деленная на метр квадратный. А дальше вам поясняется. Крестиками это означает, выдерживает ли грунт такое давление. Как видите, рыхлый снег и наст выдерживают давление, которое оказывает заяц – 1200. Рассомаха, ее давление также выдерживает рыхлый снег и наст. А вот когда речь идет о волке и о лосе, здесь уже параметры такие. И давление, которое оказывает волк на рыхлый снег, не выдерживает. И волк будет проваливаться, так же, как и лось. А вот если речь идет о насте, то, конечно, да, наст выдерживает и давление волка, и давление лося. Вот этот стенд нам с вами хорошо, слайд, помогает ответить на вопрос, может ли рассомаха загнать лоси. Да, может, если в этот момент будет рыхлый снег. Может ли заяц убежать от волка? Да, конечно, если снег рыхлый, то то давление, которое заяц оказывает, снег выдерживает, а волк будет проваливаться. Итак, вот видите, как интересно в мире живой и неживой природы роль давления оказывает на, можно сказать, сохранение жизни, на выживание. Ну, мы с вами еще хотела бы я поговорить на такой момент. Мы часто смотрим прогноз погоды и знаем, что если сегодня минус 15 градусов, но безветренная погода, мы будем себя чувствовать комфортно. А если сегодня минус 10, но ветер, пусть даже 6 метров в секунду, мы уже понимаем, что нам будет холоднее, чем вчера. А почему так происходит? Это что, просто наше ощущение или действительно есть какие-то физические процессы? Ну, например, возьмем с вами термометр. Вы это часто видели. Термометр. Сегодня температура 15 градусов и завтра 15. Сегодня ветер. Завтра ветра не будет. Термометр нам будет показывать все равно 15 градусов, что ветер, что безветренная погода. Но мы-то себя будем ощущать по-другому. В безветренную погоду мы переносим 15 градусов спокойно, минус. А вот если погода ветреная, мы чувствуем, нам холодно. Итак, в чем же здесь дело? И сразу же возникает второй вопрос, потому что они взаимосвязаны. Обладательница веера. Создает ли она облегчение для окружающих, когда обмахивается веером? Или это только комфортные условия лично для нее? Давайте посмотрим на наш следующий слайд и дальше разберем вот эту ситуацию с точки зрения физики. Итак, у нас прекрасная обладательница веера. Итак, чувствует ли она себя комфортно? Дело вот в чем. С точки зрения физики, вокруг нашего тела находится воздух. Причем воздух нагревается. Если вы не обмахиваетесь веером, то воздух постепенно, более нагретый, будет подниматься слои воздуха вверх. Более холодный воздух будет вытеснять более нагретый. Ну, такой процесс, во-первых, происходит довольно медленно. Если же вы начинаете пользоваться веером, то вы просто ускоряете вот эти вот процессы обмена. Вы быстрее подаете к своему телу более охлажденные слои воздуха. Конечно, обладательница веера чувствует себя комфортно. Но она чувствует себя комфортно только потому, что забрала более охлажденный воздух у окружающих. Окружающим от этого становится некомфортно, а они чувствуют себя еще в более таких тяжелых условиях. Вторая причина заключается в следующем. Наша кожа постоянно испаряет жидкость. Так вот, когда происходит процесс испарения, тогда кожа быстрее охлаждается. Действительно, мы ощущаем, когда сильное испарение, прохладу на коже. Если же вот этот процесс испарения, да, они наступают в состоянии равновесия. То есть, если у нас обмен воздуха происходит незначительный, то вот такое состояние равновесия возникает. Слои воздуха, находящиеся около лица, наступает в состоянии насыщения, и процесс испарения замедляется. Когда вы веером нагнетаете новые слои воздуха, вы, конечно, заставляете усиливаться процессы испарения. Данные вот такие. Если сегодня на улице, допустим, плюс 4 градуса, ветра нет, то температура кожи тела человека может иметь где-то 31 градус. Если же 4 градуса, но ветер на улице, пусть даже 2 метра в секунду, уже температура кожи человека понижается на 7 градусов. Уже будет не 31, а 31 минус 7. Если же температура воздуха плюс 4 градуса, а ветер где-то 6 метров в секунду, то температура кожи человека за счет этого испарения понижается на целых 22 градуса, может понизиться. Вот каково влияние испарения и вот этого воздухообмена на чувства человека. Ощущает он себя комфортно или нет. Следующий интересный у нас с вами момент. Вообще, вот каковы же, в каких пределах у нас меняются температуры, какие температуры мы можем получить на Земле. И вообще, какие температуры интересуют химиков, биологов. Как мы смогли определить температуру звезд, температуру Солнца, давление. Мы поговорим вот об этих моментах. Ну, во-первых, давайте посмотрим на следующем слайде. Нам продемонстрируют вообще, какие бывают температуры и в каком состоянии агрегатном в этот момент находится вещество. Уже будет понятно, какие температуры интересны для биологов, для химиков, для астрофизиков. Итак, представлены состояния и различные температуры. Но здесь градусы Цельсия или Кельвина, разницы уже почти никакой нет, если речь идет где-то 10 в 6, 10 в 8 градусов. Итак, 0 градусов – кристаллическое состояние. 300 – макромолекулы. 800 – молекулярное состояние. А вот уже 10 в 6 градусов Цельсия уже молекулы разрушаются на отдельные атомы. При температурах 10 в 8 градусах Цельсия мы получаем плазму. Плазма – это высокоионизированный газ. То есть в плазменном состоянии атомы теряют свои электронные оболочки. И у нас в плазме находится отдельно ядро атомов и отдельно электроны. Это так называемое плазма или разреженное состояние. Ну, плазменное состояние очень интересно. Изучать его на Земле бывает сложно из-за того, что, во-первых, трудно удержать плазму температурой где-то 5-6 тысяч градусов Цельсия. Но мы можем удерживать плазменное состояние при помощи электромагнитного поля или магнитов. Это вопрос решаемый. Раньше теоретически, теперь уже практически он решается. Но другой момент, что за счет силы тяжести, гравитационных таких взаимодействий у нас сложно изучать процессы, происходящие в плазме. Но мы уже давно исследуем плазменное состояние в космосе. Другой момент, все равно мы используем плазменное напыление, мы используем плазменный пиролиз. Это, кстати, один из интересных методов уничтожения отходов, всевозможных отходов, которыми загрязняется наша планета. То есть взять отходы, пусть даже это будут какие-то химические, промышленные, бытовые, и нагрев до температуры 4-5 тысяч градусов Цельсия перевести в плазменное состояние, так называемый плазменный пиролиз. То есть мы вот это все используем. Но, конечно, исследуем мы плазму в космических объектах. Плазма находится в составе плазменное состояние, в составе хвостов кометы, на звездах. И вот мы как раз посмотрим, как все это моделируется и как все это изучается. Но прежде чем говорить о плазме, вообще как же измеряется температура? Ну, вы знаете, существуют так называемые термометры. И я просто напомню, что у разных веществ есть свойства, которые зависят от температуры. Например, у кого-то изменяется объем. У ртути, например, изменяется с температурой ее объем. Она расширяется. Поэтому мы используем ртуть в качестве термометрического тела. Помещаем его в термометр, и это тело. И когда у нас температура повышается, ртуть расширяется и поднимается по трубке термометра. И мы можем посмотреть, какая температура. У некоторых материалов зависит объем, не только объем, а линейные размеры температуры. У некоторых материалов меняется сопротивление с температурой. То есть мы можем взять любое термометрическое тело. Если его какой-то параметр зависит от температуры, можем использовать его в качестве вот этого термометрического тела в термометре. Но вы все прекрасно знаете, что если у нас на улице или там помещении два термометра, даже рядом они находятся, пусть это ртутные или спиртовые, а температура в помещении не 0 и не 100 градусов Цельсия, а где-нибудь 20-22, то термометры будут показывать разную температуру. Один покажет, может быть, 22,5, а другой покажет 21,5. То есть мы к этому привыкли. А в чем же здесь дело? Дело в том, что когда вот эти создают бытовые, ну и такие промышленные термометры, мы так называемые устанавливаем реперные точки. Вот эти реперные точки все термометры будут показывать одинаково. А между реперными точками нам приходится наносить вот это деление, и тут мы можем допустить и какие-то погрешности. И, допустим, у одного-два разных термометра у них уже будет разная толщина трубок, по которым поднимается термометрическое тело и так далее. Поэтому только реперные точки термометры будут показывать одно и то же. Если сейчас 0 градусов, то все два термометра покажут 0. Если 100, то покажут 100. А вот если 22, 25, тут уже будет разница. Итак, давайте посмотрим, какие же существуют реперные точки. Ну, нам с вами для бытовых нужд достаточно 0 и 100. А вообще-то требуются, конечно, более точные термометры. Более того, лучше, если у нас будет прибор, который измеряет температуру, и при этом он нам не дает погрешности такой. Его термометрическое тело не зависит от того, какое термометрическое тело там находится. Так вот, лорд Кельвин предложил такую шкалу. Она называется шкала Кельвина. Но к этой шкале Кельвин пришел, когда изучал машину Карно. Мы об этом говорили, что в идеальной машине Карно КПД не зависит от того, что за рабочее тело находится в двигателе. Главное – температура холодильника и нагревателя. Вот такую термодинамическую шкалу предложил Кельвин. Итак, какие же реперные точки? Давайте мы посмотрим с вами и еще раз проанализируем. Берут такие точки. Кипение кислорода. Здесь я только даю шкалу Цельсия и сразу же шкала Кельвина. Если температура кипения кислорода, то по шкале Цельсия это будет минус 182,97 градуса Цельсия. Шкала Кельвина – 90 градусов. Вода. Затвердевание воды. Или, говорят, плавление льда. Затвердевание воды – 0 градусов Цельсия или 273 градуса Кельвина. Кипение воды – 100 градусов Цельсия или 373 градуса Кельвина. Кипение серы. Вот еще точка – 444,6. Плавление серебра – 960,8 по шкале Цельсия. И плавление золота. Вот такие реперные точки выбирают, когда устанавливают шкалу на термометре. Ну, мы с вами уже познакомились и с реперными точками. Вы поняли, что, чтобы перейти от шкалы Цельсия к шкале Кельвина, нужно добавить к температуре по шкале Цельсия 273. Мы получим температуру по шкале Кельвина. Ну, какие же, в общем-то, мы с вами используем электровакуумные приборы, где у нас пониженное давление. Ну, начнем мы с вами пока с истории, небольшая история вот этой нашей лампы керосиновой. А дальше от этой лампы перейдем к первым электровакуумным приборам, которые мы используем в быту. Ну, все вы, наверное, видели, а, может быть, используя веяние времени, и приобретали керосиновые лампы. Но история у ламп очень интересная. Она заключается в следующем. Еще Леонардо да Винчи для того, чтобы улучшить тягу, для того, чтобы увеличить яркость лампы, стал использовать, мы сейчас говорим, это ламповое стекло. Но тогда он применял не стекло, а металлическое. Такой колпак надевал на эту лампу для того, чтобы усилить тягу. Через 300 лет пришли к выводу, что металл лучше заменить стеклом. И вот такие вот лампы мы используем. Чем же они интересны? Ну, во-первых, это прообраз нашей дымовой трубы. Если есть стеклянный баллон на лампе, то, во-первых, увеличивается тяга, значит, различное давление будет по всей высоте этого баллона, и лучше процессы горения осуществляются. Более ярко будет эта лампа у нас давать нам более яркое освещение. Ну, когда мы впервые научились создавать пониженные давления, то это был только приоритет лабораторий. Мы могли только в лабораторных условиях получать разрежение. Но когда появились первые насосы, то уже из лабораторий пониженное давление перешло в промышленность, а далее и к нам, в наши дома. Ну, такие электровакуумные приборы первые, которые мы до сих пор используем, это термометры. Там требуется для изготовления термометров создавать разрежение. Это лампы накаливания, это газоразрядные лампы. Вот наши первые электровакуумные приборы, где мы имеем с вами пониженное давление. В газоразрядных лампах давление такое может быть. От 1 до 20 мм ртутного столба это. Или же 10 в минус 3 мм ртутного столба. Вот такое разрежение нам требуется. Ну, естественно, для бытовых нужд пока большего, может быть, и не надо. Но в промышленности, конечно, требуются иногда более низкие давления. На сегодняшний день мы пока останемся лидерами по получению сверхвысоких давлений. Пока, кроме нашей страны, никто такого давления не получил. 40 тысяч атмосфер. Пока мы имеем приоритет в этой области. У нас приоритет в области получения, вернее, разработки такой технологии, как взрывная сварка. Это тоже достижение нашей страны. Но, конечно, исследование области высоких давлений и температур должна продолжаться, потому что это очень важное направление в развитии отрасли, в развитии нашей промышленности. И работы, в общем-то, должны идти. Теперь есть такой интересный вопрос. Его иногда задают героям фантастических романов. Но я вам его задам. Можно ли получить холодный кипяток? Взять воду так, чтобы вода закипела, а кипяток был холодный. Да, это можно сделать. Опять-таки, здесь температура кипения зависит от давления, атмосферного давления в данный момент. Давайте посмотрим очень интересные тоже данные. При каком давлении, какова будет температура кипения воды? Здесь по одной строчке нам указывают давление. Ну, дают давление в миллиметрах ртутного столба. А дальше температура кипения. Но обратите внимание, в 787 миллиметров ртутного столба вода может закипеть при температуре 101 градус. Цельсия. 760, 100 градусов. А дальше, смотрите, 707. 487 миллиметров ртутного столба. И вода уже закипает при температуре 88 градусов. 456 миллиметров ртутного столба. Вода закипит при температуре 80. А вы знаете, что кофе хорошо заваривается, если температура близка к 100. Поэтому вода-то закипит, но заварить кофе при такой температуре будет качественно сложно. И очень интересная последняя строчка. Если бы мы смогли с вами попасть на Марс, там давление 60 миллиметров ртутного столба, такое давление предполагается, то там вода бы закипела при плюс 45 градусах Цельсия. Мы бы с вами получили холодный кипяток. Итак, опять вы видите, как интересно работают давление и температуры. Как они взаимосвязаны. Какие они нам с вами выдвигают все новые и новые загадки. Я бы еще хотела обратить внимание на то, как же мы работаем и изучаем плазму. И вот благодаря давлению и температуре, как мы с вами узнаем параметры звезд. Ведь если посмотреть на звездное небо, в какой бы с вами телескоп мы не смотрели, все равно нам звезды кажутся светящимися точками. Как же мы узнали, что есть красные звезды, желтые, голубые, температура на этих звездах, давление, которое оказывает звездное вещество. Но здесь мы с вами говорили, мы предполагаем, что те законы, которые действуют у нас на Земле, они должны действовать и в нашей Солнечной системе. Это первый момент. Конечно, единственная доступная для нас звезда, которую мы можем изучать наиболее близко, это Солнце. Но и кроме того, тот багаж знаний, который мы на сегодня получили, он нам помогает делать, в общем-то, определенные предположения и модели. Давайте с вами вот о каком моменте поговорим. Значит, у нас сжать газ мы можем. Но возникает такой момент. Если мы сжимаем воздух, допустим, до плотности воды, то здесь происходит очень интересное явление. Да, мы сожмем воздух до плотности воды, но в этот момент перекрываются электронные оболочки у атомов. И уже очень трудно, и на сегодняшний день пока даже нет точной такой математического описания, как же себя будут вести атомы, если у них перекрыты оболочки. И, в общем-то, создать вот такие условия, которые происходят в недрах нашей Земли, нам, как ни странно, на Земле сложно. А вот в космосе, изучая звезду, мы знаем о звездах, о Солнце сейчас даже больше, чем то, что происходит в недрах нашей Земли. Во-первых, да, действительно, на Солнце, на звездах действительно высокие температуры. Но что нам дают эти температуры? А они дают то, что атомы теряют свои электронные оболочки. Мы получаем плазму, а там ядро и электронные оболочки находятся отдельно. Вот уже, если возникает большое давление, а в звездах давление высокое, я сегодня об этом скажу, то такого перекрытия электронных оболочек не возникает, а потому что этих оболочек у атомов теперь нет. Вот поэтому мы изучаем звезды, считая, что это разряженный газ. Причем мы создаем такие модели, разработали, и ЭВМ нам выдает результаты. Значит, модель такая. Берут, создают в программу параметры звезды, массу равная массе Солнца, но пусть чуть-чуть меньше, или, может быть, чуть-чуть больше. Дальше задают состав звездного вещества. Но это на 1 килограмм примерно 700 грамм водорода, 270 грамм гелия, и 30 грамм отводится на углерод и кислород. И предлагается рассчитать параметры. ЭВМ нам дает такие данные. Во-первых, можем прозрачность рассчитать. Во-вторых, зная массу, определить диаметры этой звезды. Ну и, кроме того, плотности и температуры, которые существуют не на поверхности, а, можно сказать, в глубине этой звезды. Данные такие. Давление до 130 миллиардов атмосфер. Плотность бывает такая, 100 грамм на сантиметр кубический. Но, если это вам не очень наглядно, наперсток такого звездного вещества будет иметь массу несколько сотен тонн. Если вы хотите взять это вещество звездное, наперсток, несколько сотен тонн. У некоторых звезд плотность 10 восьмой килограмм на метр в кубе. То есть, наперсток такого звездного вещества будет иметь массу не только там несколько десятков, а, посмотрите, сколько несколько миллионов тонн вот такая масса. Вот что нам дают расчеты. Теперь, почему же мы так уверены, что мы можем вот этим расчетам доверять? Ну, прежде всего, что те процессы, которые происходят в звездах, они сопровождаются двумя моментами. Ну, во-первых, мы знаем, мы с вами уже говорили на наших передачах, что радиоактивный распад в звездах идет до появления железа. Пока железо не появилось, должно соблюдаться так называемое равновесие. С одной стороны, то звездное вещество, которое возникает, если бы не было гравитации, то это бы звездное вещество просто распылилось во Вселенной. Этого не происходит. Видимо, в звездах продолжают действовать гравитационные силы. И вот соотношение гравитационных сил и давление, которое оказывают звездное вещество, эти силы должны быть как бы одинаковые, выровненные. И тогда звезда остается стабильной. Вот исходя из того, что звездное вещество у нас не распыляется, предполагает, что вот эта стабильность соблюдается. И теперь уже можно определить плотность звезды, температуру и так далее. Кроме того, по цвету, если звезда у нас красная, то, видимо, температура около 3000 градусов Цельсия. Если звезда желтая, то эта температура уже 6000 градусов Цельсия. Я говорю о температуре на поверхности. Ну и если звезда голубая, то эта температура где-то 30000 градусов Цельсия. То есть даже по цвету мы можем сделать такие интересные выводы. Ну, еще такой момент. Мы с вами, конечно, естественно, самый такой изученный объект у нас, звезда, это Солнце. Но размеры у Солнца очень небольшие. И вот звезды типа Солнца, примерно их судьба предполагается, что когда процессы, происходящие в недрах звезды, прекратятся, дойдут до железа, начнут вот это равновесие между давлением звездного вещества и гравитацией будет нарушаться. Начинают преобладать гравитационные силы, и звезда начнет стягиваться в точку. То есть уменьшается ее размер. Но если у звезды была масса больше, чем масса Солнца, то такую звезду может ожидать другая судьба. Там уже могут получиться, звезда переходит в состояние нейтронной звезды. У этой звезды плотность, как я уже говорила, очень высокая, до 10 в плюс десятый грамм на сантиметр кубический. И последний момент. Давайте мы с вами пока взглянем на нашу Вселенную, о которой я говорила, об этих звездах, которые мы видим в виде точек. Но уже знаем, что мы о звездах многое можем сказать, изучив вот это наше плазменное состояние. И еще я хочу обратить внимание на один опыт, который в свое время демонстрировал нам Гудини. А вслед за Гудини и другие цирковые, как говорится, артисты. Опыт был следующим. Вносили в печь на глазах у земленной публики кусок сырого мяса, и туда входил человек. А через несколько минут человек выходил из печи без единого ожога, но в руках держал поджаренный кусок мяса. Гудини такой опыт демонстрировал на глазах у ученых, и он выдерживал температуру где-то 103 градуса. Но уже доказано, что Чаброт, например, выдерживал температуру даже больше 103 градусов, 160 градусов. В чем же заключается такая высокая теплостойкость? Ну, во-первых, и тот, и другой входили в печь в шерстяной одежде. И вы уже знаете, что возникает, усиливаются процессы испарения, потовыделения, а в этот момент тело охлаждается. Но человек способен выдерживать даже без шерстяной одежды температуру где-то до 190 градусов. А уже начиная с 200 и где-то 260, тут требуется входить в печь в теплой шерстяной одежде, именно чтобы добиться высокого испарения. И таким образом не получить ожогов. И, кстати, когда вы из такой печи выходите, если вы будете дышать на термометр, то температура термометра будет понижаться. Итак, мы с вами завершаем нашу передачу, посвященную миру живой и неживой природы. И я хотела бы привести слова известного физика Ричарда Феймана. Он говорил о том, что не надо восторгаться, что человек так велик, что он открыл законы природы, а надо восторгаться природой, что она подчиняется таким красивым, таким изящным законам. На этом я завершаю передачу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова